Я бы здесь не политизировал эту ситуацию по одной простой причине. Опять же, по старой русской пословице, чем богаты, тем и рады. Вот накопилось много работ у фонда Потанина. Действительно так, у него накопилось огромное количество работ. У коллекционеров огромное количество. Все художники, которые там представлены, те, кто жив, те, кто умер, они все были достаточно плодовитые. На рынке, на арт-салонах их достаточно много. Здесь, в России, они такого спроса, как на Западе, не находят. По ряду причин. Во-первых, у них здесь просто очень серьезная конкуренция с социалистическим реализмом, просто с реализмом, с эсперсионизмом, с примитивизмом. То есть здесь большой выбор, очень большой выбор. И вот просто так здесь взять и продать на сегодняшний день их, конечно, можно, но это не так это интересно. И для обеспеченного фонда Потанина или для обеспеченных коллекционеров, которые этим занимаются, это неинтересно с точки зрения финансовой. Скажем так, можно заработать, но гораздо выгоднее, гораздо интереснее, по моему мнению, устроить вот такое мероприятие. Думаю, что оно политизировано вряд ли будет. Хотя, конечно, я вполне допускаю, что на открытии этой выставки произойдет какая-то политизация. Может быть, даже опять начнут говорить, что вот сейчас в России зажимают неофициальное искусство. Ну, никто сейчас неофициальное искусство не зажимает. Его просто нет такого понятия неофициального искусства. Все искусство сегодня неофициально. У нас нет формально ничего официального. У нас нет генеральной линии партии. И нет такого, что вот прямо это можно, а это нельзя. За это могут и союзы художников выгнать. Но я вполне допускаю, что будет звучать подобная политическая тема. Это мне будет очень обидно, поскольку думаю, что здесь сугубо коммерческий, деловой подход, что если невозможно дорого продать, давайте лучше сделаем рекламу, заодно раскрутимся, заодно, кстати, раскрутим этих художников, за что им тоже честь и хвала, лишний раз о них напомним. И, в общем-то, вот с этой точки зрения это абсолютно нормальная, естественная, но обычная выставка. Почему бы и нет? Во Франции. Ну, почему бы и нет? Франция все-таки там законодатель, мод в свое время была в современном искусстве, в 19-м как минимум веке. Ну, почему бы и не центр Помпиду, его все знают. То есть, вот я бы это не политизировал. А если уже захотят организаторы это политизировать, ну, пусть это уже будет на их совести, что называется. Продолжение следует...